Всем добрый вечер, с вами Никита Петров. Сегодня я покажу вам партии, сыгранные в четвертом туре супертрунира, которая сейчас проходит в Лондоне, под названием London Chess Classic. Как вы успели понять из первых трех обзоров, начальные туры данного соревнования оказались не сильно интересными. Результативность составлялась всего лишь 15%. К тому же и качество игры шахматистов, несмотря на вот такой вот звездный состав, который вы сейчас видите на экранах, оставляло желать лучшего. Четвертый тур получился значительно интереснее. Наконец-то мы увидели что-то похожее на то, как именно должен выглядеть такой супертурнир с участием таких шахматистов. К сожалению, качество игры по-прежнему, если возросло, то не сильно. Допускалось достаточно много ошибок, но по крайней мере все партии были боевые. Берлинского варианта испанской партии было значительно меньше, чем в предыдущих турах. Ну и давайте уже приступим к шахматной составляющей. Наименее интересной оказалась партия между Анишем Геей, который лидировал на тот момент, и Леоном Вароняном. Леон вообще играет очень солидно в этом турнире. Практически, ну ни в одной партии у него не было хуже, но и претензий на победу тоже. Ни в одной из партий серьезных не возникало. Вот и здесь, против голландского гроссмейстера, сыграл Е5 в английском начале, и на Ж3 слан Б4. На самом деле, очень хороший вариант. Я думаю, что один из способов достичь позиции, которая близка к полному районству против вот этого варианта. Это разновидность английского начала слан Ж2-2-0. Ну и здесь основной ход, конечно, за белых КНФ3, но в этом случае после ладья Е8 белые испытывают затруднения с тем, чтобы показать, где же здесь может быть дебютный перевес. Ну и я сыграл Е4. Очевидно, с идеей КНЕ2. И получить структуру, типичную для, так сказать, треугольника-батвинника. Причем, чёрный слон на Б4 для такого петочного построения расположен не очень удачно. Ну, конечно, Левон это прекрасно понимал, к тому же, наверняка он это позиционализировал и не раз. Сразу сбивает на С3. Обратите внимание, что белый КНЕ2 не успел выйти на Е2, значит, белые не могут взять на С3 без ухудшения петочной структуры. В БЦ, где Е8, Д3, С6. Ну и С6 ход вполне понятным намерением провести Д5 именно по этой причине. Анишний сделал естественный ход КНЕ2. То есть, в общем и целом, план игры за белых в позициях такого вот типа сводится к тому, что они пытаются провести Ф4, потом, возможно, Ф5, создать преимущество в пространстве на королевском фланге и на основе этого преимущества в пространстве провести атаку. Но это происходит только, когда черные играют Д6 или вообще выбирают какую-либо медленную расстановку. Но тут очевидно, что вся идея черного исключается в том, чтобы провести Д5. То есть, они развили чернопол на Б4, разменяли одного из защитников, который контролировал поле Д5, и теперь белые не могут остановить этот прорыв. То есть, КНЕ3 ход просто старающийся воздействовать на центр, но не слишком амбициозный. Левон провел Д5. Последовал двойной размен. Ферк Ц2. Ферк Ц7. Очевидно, эта позиция стояла у армянского гроссмейстера дома, при подготовке. Он счел ее вполне благоприятной для себя и не без оснований. Я думаю, что, по сути, практически единственный шанс за белых бороться за победу – ход слон Д2. Опять же, нет никаких оснований полагать, что у белых лучше после КНЦ6. У черных все фигуры очень хороши. Пешки Ц3 и Д3 в будущем могут оказаться достаточно слабыми, но, по крайней мере, у белых есть чем это компенсировать. Два слона тоже что-то значат. После 2-0 произошел размен на Ц3. К сожалению, черные даже временно выиграли пешку. Белые отвечают слон Б2. После отхода КНЕ5 падает. Если же черные пытаются удержать ее, то после КНЕ1 коль на Е2 в плохом положении. И материальный перевес здесь Левону был бы не в радость. Разумеется, черные сыграли КНЕ4, слон Е5, КНЦ6. То есть, вроде как у белых два слона, по игре на два фланга, должен быть перевес. Но пешка Д3 слабая, а черные наваривают довольно много темпов тут на положении фигур белых. Ладья Е1. Ну, собственно, даже здесь можно было взять на Е5. И никаких серьезных оснований на что-то рассчитывать у Аниша не было бы. КНЕ6 тоже хороший ход. Слон С7, Ладья Е1, Ладья Е1, слон Е6. У белых тоже много пешечных слабостей. Кони довольно хороши для их обработки, поэтому... После КНЕ5, Ладья С8. Аниш решил взять на Б6. Но это, по сути, практически предложение ничьей. Я не видел и до сих пор не вижу серьезных противопоказаний к ходу АБ. Совершенно непонятно, почему здесь у белых должно быть хотя бы на капельку лучше. Ну, то есть, позиция совершенно ровная. Может быть, Ливон надеялся, что в попытках использовать преимущество двух слонов, Аниш где-нибудь взорвется и зевнет какой-нибудь тактический удар, но... Этого не произошло. Градянцы играл КНЕ5. Слон А7, КНД3. Но пешечного материала уже совсем мало. Ладья Д1, КНБ2. Ну, и вот здесь довольно смешной момент. Дело в том, что компьютерные программы очень позитивно оценивают эту позицию. За белых приводят вариант ЛДБ1. Ну, казалось бы, действительно логичный ход. Нападаем на коня, но, конечно, черные могут забрать пешку на А2. Теперь нельзя брать на Б2 из-за шаха С4. И белым придется здесь спасаться, и далеко не факт, что они это сделают. Поэтому, да, С2, А1. Слон уходит. Слон Д4, КНС4, С1, Б7. Ну, в эту позицию компьютер оценивает как, по-моему, даже плюс 0,8 в пользу белых. То есть, перерез почти пешка. Очевидно, что движку очень нравится преимущество двух слонов на пустой доске. Слоны действительно контролируют очень много полей. Но любому белковому шахматисту понятно, что это совершенно ничего не дает. И всей силы двух слонов все равно не хватит, чтобы создать какие-то шансы на победу на одном фланге. То есть, позиция совершенно ничейная. Ну, и в факте, после ладья А1 она тоже не предполагает никаких шансов победу. Для белых. То есть, они же попытались сохранить хоть какой-то пешечный материал на ферзевом фланге. Но, если Б5, А3, А6, С4, КНС4, у черных слишком активно расположены фигуры. К тому же, надо проявлять некоторую осторожность. Например, на С3, с идеей перевести слон на Б4. В общем-то, у голландского гроссмейстера была эта идея, чтобы развязать ладью А1. У черных был красивый удар, кроме бьет А3. На ладья А3, Б4. И теперь белым надо спасаться, потому что... Прошу прощения, на слон Б4. ЛДЦ1, слон Ф1. Черные играют не слон С4, а слон Х3. И белые просто получают мат. Ну, конечно, шахматист с трейтингом Н2790 не должен попадаться в такую ловушку. А нич сыграл Х4. Слон Д7. Черные поменяли белопольных слонов. Нашли еще такой симпатичный тактический удар. То есть, слон все равно не переходит на Б4. Ну, и позиция Патриала. Всякий интерес. И спорники согласились на ничью на 33-м ходу. Но, на самом деле, партия мало чем отличается от большинства сыгранных в первых трех турах. Но, к счастью, оставшиеся четыре партии в четвертом туре были все-таки повеселее. И, пожалуй, следующее мы смотрим партию, которая была играна чемпионом мира Магнусом Карлсоном против Майкла Адамса. Карлсон испытывает серьезные проблемы на протяжении последних месяцев. Вот и в Лондоне он так и не может, по крайней мере, пока найти свою игру. Собственно, в этой партии у чемпиона мира были серьезные шансы на победу, но воспользоваться именно он не смог. Куни в три. Довольно сильный мой любимый за белых первый ход. Д5, Ж3, слон Ж4, слон Ж2, С6. Ну и вот здесь вот Магнус играл два ноля. В общем, мне кажется, что немного тоньше и сильнее за белых немедленная С4. Но данные ролики не посвящены теории хода КНФ3 и вообще теории Ди Бутаретти, поэтому не буду заострять внимание. Два ноля, Е6, Д3. Вот здесь вот, на самом деле, у черных нет серьезных проблем после нормального КНФ6. Но Адамс предпочел другой план. Слон Д6, С4, КНЕ7. На самом деле, крайне редкий порядок ходов. И в пресс-конференции после партии английский гроссминистр признался, что он просто немного перепутал нюансы позиций. Дело в том, что КНЕ7 имеет смысл играть после того, как белый играет по Д2 и Е4, чтобы слон и конь в вариантах не попадали под вилку. А после С4 нет никаких противопоказаний тому, чтобы сыграть КНФ6. Однако, конечно, позиция относит такой характер, что такая вот микро-неточность, даже если это действительно микро-неточность, не может серьезно влиять на оценку. Следовало СД, ЕД. Обратите внимание, никогда не поздно грубо зевнуть, остаться без слона. Поэтому, разумеется, ЕД, конь С3, 2, 0, А3, слон, H5. Ну и Вагнус провел типичную диетель этого варианта, Е4. Кстати, обратите внимание, что если черные реагируют стандартным для подобных позиций образом именно ДЕ, после ДЕ черные легкие фигуры расположены довольно глупо. В частности, слон Д6 и КНЕ7 никак не позволяют оказывать давление на центр белых. А если белые консолидируются в центре, то за счет того, что у них возникнет план с надвижением пешек Ф и Е в будущем, белые получат достаточно ощутимый перевес. Поэтому атом срал КНЕ6, и это очень интересный ход. Дело в том, что обычная структура после ЕД, СД явно в пользу белых. Но здесь у черных коней есть две хорошие стоянки. То есть защищать пешку на Д5 в итоге будет конь с А6, то есть он переходит на С7. А контролировать важные поля в центре будет конь с Е7, потому что он переходит на С6. И обратите внимание, таким образом черные избегают положение домой с коней на поле Ф6. А это означает, что не попадают тут различные практические неприятности. В частности, нет Ж4, нет слон Ж5. И во многих вариантах черные могут играть Ф6 и убрать слона С5 на Ф7. Тоже это очень важный нюанс. Тем не менее, Магнус продолжил играть достаточно логично. Ладья Е1, конь С6, Д4, конь С7, А3, С9 расширится на ферзе на фланге. А6, Б4, ладья С8, слон Б2. Ну и вот здесь вот Майкл допустил неточность. Причем, даже не совсем понятно, что его вынудило так сыграть. Английский гроссмейстер ходил А6. После чего у белого коня появилась отличная площадка на поле С5. При пешке на А6 выгонять коня с поля С5 путем Б6 во многих позициях не слишком-то выгодно. Ну вот. Сильнее вместо хода А6 было ферзе в 6. Действительно, выглядит очень логично, но тут надо было учесть небольшую тонкость. Кажется, что белые могут пойти Ж4, слон Ж6 и конь Е5. Теперь на двойное взятие у белых есть удар конь Д5. И белые побеждают. Потому что после конь Д5 слон бьет Е5, промежуточный ход, и у белых личная фигура. То есть, казалось бы, ход конь Е5 позволяет оказать серьезное давление на центр. Ну, вероятно, Адамс не учел такого нюанса, что черные могут защитить поле от Д7, с которого создана гроза вилки, и при этом косвенно защитить пешку на Д5. Сильнейшим ходом здесь был ладец С на Д8. Если белые играют принципиально, то вот тут есть отскок слон бьет Е4. И такой вот перебой оказывается, ну, по крайней мере, не без выгоня для черных. Совершенно очевидно, что черных не хуже. Может быть, даже при неаккуратной игре белых сказаться не слишком-то удачное положение белого короля. Вот. А А6 оказалось неточностью. Белые сыграли конь А4, конь переходит на С5. Ну, надо отдать должное Майклу. Он понял, что ход А6 был явно не туда. Сразу бросился исправлять оплошность. Сказал А5, конь С5, АБ. По крайней мере, уменьшая пешечный материал на ферзьем фланге, и уменьшая, соответственно, количество потенциальных опасностей для черных. Замениться, белые могли взять на Б7, но после ферзя в 6 эта позиция, вероятно, примерно равная. Поэтому Магнус предпочел сохранить сильного коня на С5, причем АБ. Ладья Б8. Б6 здесь не очень выгодно из-за конь Б7. Белые получают преимущество двух слонов. Ферзь А4. Вот этот ход на греческого шахматиста критиковали. Критиковали достаточно сильно. Действительно, ход выглядит нелогично, потому что ферзь слишком удаляется от колецкого фланга. При этом даже не совсем понятно, зачем, потому что конь Б7 не угроза, а при прочей равной ферзь на Б3 оказывает давление на пешку Д5 и вообще расположен лучше. Очевидно, ход Ферзя А4 просто являлся профилактикой. Магнусу крайне не хотелось, чтобы его коня немедленно сбили с поля С5 путем Б6. То есть, ну, после Ферзь А4 и Б6 белые могут просто забрать на С6. Именно в этом и основная идея хода Ферзь А4, на мой взгляд. Однако, вероятно, Нарештин недооценил, что после Ферзь Б3 Б6 конь Д3. В основном на то, что у обеих сторон есть пешечные слабости. Фигуры белых расположены более гармоничными, но у них здесь перевес. Коль на С6 расположен нестабильно. Пешка на Д5 в ближайший время попадет под удары. К тому же белые могут в любой момент одного из коней забросить на Е5. Майкл пришлось бы сильно постараться, чтобы не пререгать в этой позиции. То есть, и все это следствие неаккуратного хода А6. Вот на А16 ходу. Однако, как я уже говорил, Магнус допустил не точно. Сыграл Ферзь А4 и... Англичанин нашел фоксированную разгрузку. Последовало слону Ф3. Слоны Ф3, Ферзь Ф6. Сразу сказывается то, что белый Ферзь слишком отдалился от театра военных действий. Черные даже могут позволить себе стать под потенциальную вилку на Д7. Даже тарелку. Ну и обратим внимание, что у белых много тактических слабостей. Ферзь Б3 практически единственный ход. ЛД8 на Д8. Защищая поле Д7. Ферзь черных сильная гроза КНБ5. С тройным нападением на пешку Д4. Поэтому Магнусу пришлось напрячься и найти здесь тактический нюанс. Слон Д4 единственный ход, который не приводит к проблемам для белых. И вот тут вот Майкл либо не досчитал, либо решил, что позиция, которая возникает в результате тактической операции, сулит ему хорошие шансы на спасение. В любом случае забрал на Д4. Выглядит логично. Слон Д4, Ферзь Д4, ладья Е на Д1. Оказывается, что на полупустой доске, в самом ее центре, у черных ферзя нет нормального пуля отхода. То есть Ферзь Е5, Ферзь об 6 просто он талкивается на КНД7. В партии Майкл избрал Ферзь С4. Но после Ферзь С4, ДЦ КНД7 оказалось, что висят ладья на В8 и слон. Пришлось забирать на Д7, слон Д7, слон Б4. Ну и вроде бы у черных две пешки за качество и все неплохо, но нашелся ход ладья А4. Оказывается, что черные фигуры расположены неудачно, и поэтому материальное равенство сохранить не получается. Можно было попытаться это сделать ходом КНД6, но в этом случае слон Б5 приводило к большим проблемам с координацией. Фигуры черных перегружены защитить друг друга. Поэтому было сыграно слон С5. Думаю, что совершенно правильное решение. Ладья А4 и Б6. Конечно, у белых материальный перерез и есть перспективы давления на пешку Ф7. Но черных в некоторой степени выручает стабильность их конструкции. Слон на С5 и пешка на Б6 очень хорошо расположены. У белых тоже есть слабость. И достаточно мало перечного материала. То есть шансы на спасение у черных были. Последовало король Ж2, Ж6, слон С6, конь Е8. Ладья Д7, конь Ф6. Ну, черные пытаются каким-то образом не допустить слишком сильного давления со стороны белых на пешку Ф7. Ладья А7, король Ж7. Ну, вот тут, на мой взгляд, Чикланд Мира допустил очень грубую ошибку. Очень не свойственную для него. И ошибка, которая была, ну, не то чтобы не замечена. Но, по крайней мере, скажем так, не оценена по достоинству большинством комментаторов. Дело в том, что движки в этой позиции практически после любого разумного хода белых оценивают позицию как плюс полтора в их пользу. И ход Ладья А8 их вполне устраивает. На самом деле, мое мнение такое, что Ладья А8 это ошибка, которая просто-напросто меняет результат партии. То есть, скорее всего, позиция, которую вы сейчас видите на доске, выиграна за белых. После Ладья А8 и размена пары ладья, она ничейная. Правильный план заключался в немедленном оказании давления на пешку Ф7. Белые 100 разградутся на А4. Ну, очевидно, что Б5 хода нет из Ладья Ц5. Ладья Д8 слом Б3. То есть, Карлсон опасался того, что черные просто заведут Ладью НД2 и будут оказывать давление на слабость позиции белых. Однако, по ходам это не получается. Уже сейчас белые создали огрозу Ладья Ц5 с дальнейшим Ладья Ф7. И к тому же, даже если черные в какой-то амед смогут завести Ладью НД2, у белых есть ход Ладья Ф4. Для чего Ладья Ф4 расположена практически идеально. Она защищает свою пешку, рентгеном нападает на пешку Ф7. То есть, конь черный после этого становится связан. Ну, и вообще, у черных есть большие проблемы. Потому что слабость на Д7, на Ф7 в будущем должна была бы сказаться. Ну вот, а Магду сыграл Ладья А8. И после размена, кажется, позиция просто ничейная. Аш5, кромотный ход. Не допуская расширения белых на королевском фланге без размена еще одной пары пешек. Ладья А4. И вот тут вот английский шпатист сыграл. Немного странно. То есть, я когда смотрел эту партию живую, совершенно не понял, зачем ход кунь Ж8. И почему черные не могли поставить ту крепость, которая у них получилась в партии. Почему, собственно, не конь Е8, конь Д6. Я после этого перевода не видел за белых серьезных шансов на победу. Последовало конь Ж8, слон Д5, конь Е7, слона А2, конь С6. То есть, не совсем понятно, куда идет конь. Ладья А8, конь Б4, слон С4, конь С6. Ф4. Тоже спорное движение. Может быть, стоило повременить с ним. Потому что поле Ф4 теперь отнимается у белого короля. Конь Е7, король Ф3. Ну и, наконец-то, английский шпатист здесь нащупал правильную расстановку. Сыграл конь Е5, конь Д6. Мне кажется, что не стоило потакать вот этой вот перестройки. И Магнусу стоило ответить ладья А7. Теперь понятное дело, что конь привязан к пункту Ф7. И развязаться не так-то легко. То есть, если честно, ход ладья А7 выглядит просто естественнее некуда. То есть, ну как не исполнить такой ход, совершенно непонятно. Может быть, королсон опасался ответа Б5. Но очевидно, что ладья А7 на любой отход слона с нападения белые продолжают гоняться за слоном. А в случае размена, ну, или немедленного или, например, в такой позиции, пешка на С4 отпадет. И у белых большие шансы на победу. В окончании 3 на 3 ладья против коня. Потому что структура еще не определена, и у коня нет опорных пунктов. Ну вот. А Вагнус играл король Ф3, но теперь конь переходит на Д6. И обратите внимание, это просто барьер. То есть... Пытаюсь, прошу прощения, поставить тут... Нужные... Цвета... Ну, получилось, наверное, не очень удачно. Но, по крайней мере, я надеюсь, что моя идея понятна. Что белый король не может никак прорваться мимо легких фигур черных. То есть он бы с радостью попал бы на поле Е5. Но мешает своя же пешка Ф4. Соперники сделали еще много бессмысленных ходов, которые никак не повлияли на позицию на доске. Конечно, не буду их комментировать и останавливаться тоже не буду. В общем-то, единственный план белых был святан с тем, что... Чтобы провести... Предположим, вот в такой позиции... Не знаю, король Ж8... Король Ж8, конечно, наверное, ошибка. Но не суть. Провести Ф5, ЖФ, король Х5. Попытаться пойти с Ж6, поменять последнюю пешку. Будет материальное радость, но создать по белым полям какое-то подобие матовой атаки. Конечно, это не работало, но других планов у белых просто не было. Правда... Адамс допустил здесь... Не то чтобы неточность, но, по крайней мере, осложнил собственную задачу. То есть, наверное, не стоит играть слон Е3. Потому что Карлсон воспользовался подвергнувшимся шансом. Нашел неожиданный удар слона Ф7. После кони Ф7, молодец Ф6, оказалось, что пешка Ж6 теряется. То есть, позиция остается ничей, но наверняка английскому гроссмейстеру пришлось испытать здесь не самые приятные мгновения. Последовала слон Д4. Совершенно правильный ход. Слон препятствует продвижению белых пешек. Помогает в движении пешки Б. То есть, не будет пешки Б, посладея Ж6 у белых были бы очень большие шансы на победу. Двум разноименным легким фигурам достаточно тяжело бороться против двух проходных ладьи. Но, к счастью, у черных есть контр-игра. И вот в этой позиции белый сыграли Ф5, что привело к форсированной ничьей. Последним шансом было Дв8. Но здесь, после кони Дв6, Ф5, черные делают точный ход Король Ц7. У них начинается своя контр-игра. Ну и, в общем-то, компьютер не позволяет усомниться, что эта позиция ничьейна. Главный вариант выглядит вот так вот. То есть, белый король стесняется, а белая пешка не может пройти через поле Ж7, потому что черные просто заберут, и нельзя будет брать ЦНА из-за Б1 ферз. Ну, то есть, примерно в ранг какой-нибудь такой. Ну, и черные с большим запасом тут успевают. Да. Ну, поэтому... Точнее, не сколько поэтому, а сколько потому, что Магнус явно зевнул ход слон Е3. Он сыграл Ф5, последовало точно ответствам Е3. Не единственный ход, который делает ничью, но самый простой. Ладежа В7, Король Е8. Ладежа В8, Король Д7. Белые не стали повторять позицию в третий раз. Магнус сыграл Ж6. Обратите внимание, что при положении ладий на Ж8, Ж6, Наталкилс был на вилку, Конь Х6. Ну, а здесь это просто шаг. Король Ф3, Конь Ф5. Черные забрали одну из пешек. Казалось бы, у них некоторые проблемы с координацией. Но на Ладежа В7 последовало Конь Х4. Черные забрали последнюю пешку, и соперники согласились на ничью. Потому что, как известно, Ладежа против Коня не выигрывает. В пресс-конференции шокоматисты обсуждали довольно странный, совершенно необязательный вариант. Король Х5, Конь Ф5, Ладежа В7. И Магнус здесь посетовал, что если бы не Конь Е7, то у белых были бы шансы на победу. Потому что, например, на Конь Д6 есть ход Ладежа В6. Ну, не совсем понятно, к чему вообще было это обсуждение. Потому что Конь Е7 совершенно естественный ход. И, ну, следующим ходом черных просто заберут. Входную, выходную белых, и будет теоретически нечаянная позиция. Ну, вот. Я думаю, что достаточно обидное упущение для чемпиона мира. Все-таки в своей лучшей форме Магнус с позиции такого вот одноворотного типа, тем более в Эншболе, выигрывал. Практически у любого шокоматиста. А здесь вот ход Ладежа В8 лично на меня провел крайне неприятное впечатление. Ну, вот. В партии... Следующая партия по ходу у нас Крещук, Вашелла Граф. Обратите внимание, пока мы не видели ни одного Берлина. Вот и в партии российского и французского гроссмейстеров тоже Берлина не состоялось. Зато был разыгран в райот Найдерфа. Тоже, в общем-то, достаточно частый гость в турнирной практике. Но в отход слон Ж5 в средний время применяется редко. Я думаю, что объяснение тому, что шокоматисты просто нашли форсированную ничью. Как после хода ферзь Б6, вариант отравленной пешки, так и после А6 у нас 4 ферзь Б6. Так называемые улучшенные вариант отравленной пешки. На самом деле, здесь очень тонкая разница. Я не являюсь большим знатоком в райот Найдерф, поэтому... Не буду распространяться, чтобы зрители надо мной не посмеялись. Но основная идея в том, что при положении пешки на А6 планы белых с прорывом Е5, они серьезно проигрывают в силе по сравнению с нередленным ходом ферзь Б6. Основной за то, что у черных везде есть ресурс Ж5. С другой стороны, после хода А6 планы с ходом Ф5 выигрывают в силе, потому что после возможного размена на Е6, пешка черных уже на А6, а не на А7, и поле Ж6 из-за этого прослаблено. В общем, это все нюансы, и, конечно, главный ход здесь ферзь Д2. Но, видимо, оба шокоматисты знали, как там черные делают ничью, и поэтому последовало А3. Ход на борьбу. Слон Е7, слон Ф2. С другой стороны, общая картина в варианте Найдерфа и вообще во многих острых сцилянках такая, что если белые не идут на самые принципиальные продолжения, а идут на такие вот игровые позиции, то перевес они могут забыть. Потому что стратегически у черных все очень хорошо. Вот и в этой партии Грещук попытался наладить какое-то наступление на королевском фланге, но черные удобно закончили развитие. Как обычно, в партиях с участием нашего российского гроссмейстера его соперник получил огромный пререз по времени, уже на выходе из дебюта. Максим нанес контрудар в центре. Конь Е4. ФЦ3. Ладится 8. Из общих соображений эта позиция выглядит крайне привлекательно. И казалось, за белых крайне привлекательна до черных, разумеется. И поэтому за белых казалось достаточно разумным здесь переломить каким-то образом ход борьбы, взять на Б5. После АБК он Б5, ФБ8. Завести коня на Д6. Черные успевают рахировать. Но после СССР у Б5 достаточно хорошая активность за небольшой материальный урон. И пешка Д очень сильна. Компьютер утверждает, что эта позиция примерно равна после конь Д8. Но возможно, на практике белым было бы играть проще. Так, конечно, как и в случае с большинством острых сициданок. Понять у кого здесь на самом деле лучше очень тяжело. Но Александр сделал тоже разумный ход. Ладья H3, убирая ладью в варантах из-под рентгена черного белопольного слона. Но все-таки слишком медленно, и Шелограф немедленно вскрыл ферзевый фланг. Правда, допустив в этом размен ферзей. Стратегически у черных уже очень хорошо. Поэтому белые должны что-то предпринять немедленно. И Горщук это понял. Сыграл F5, 2-0, слон Е1. Позиция даже после размена ферзей остается очень напряженной. Слон D5. Ну и здесь Горщук сделал вполне естественный ход G5. В попытках вскрыть игру на королевском фланге. На самом деле, очень интересный вариант мог возникнуть после F6, GF, EF. Ну, слон не может отвлечься из-за того, что висит на B4. Достаточно забавный момент. Очевидно, Александру просто не понравилось, что черные фигуры здесь активизируются. Но компьютер приводит типичный для себя вариант, который ни одному белковому шахматисту и в голову не придет. Б3, ладья и функция 8. Кажется, что черные задали серьезное давление на функция 2, и пора уже брать на B4 и пытаться сделать ничью в худшей позиции. Ну, компьютер абсолютно без всякого страха предлагает ход король B1. Кажется, что белые сейчас получат мат, но пока у черных висит ладья. Кажется, что после ладья 8, C6, слон B7, ей некуда уходить по линии C, чтобы не потерять другую ладью. Потому что на ход ладья C7 есть слона A5. Теперь кажется, что проблема уже у черных, потому что они потеряют качество. Здесь еще один компьютерный ход ладья H2. Обратите внимание, если теперь слон C7, то ладья H3, слон D6, ладья B3. Такая вот геометра, неожиданно черная остается с лишней пешкой. И достаточно ощутимыми шансами на победу. Но если после ладья B2, ладья B2, только теперь ладья B7, черные выгодили то, что ладья H2 попала под темп. Теперь она вынуждена возвращаться обратно, чтобы не потерять пешку B3. И после ладья E5 у черных отличная компенсация за качество. Наверное, в реальной партии ими играть было бы значительно проще. Разумеется, Александру, тем более, с истекающими минутами на часах, все было ни к чему. Он сыграл G5. Я C8, просто выбил этого опасного коня. F6. Конечно, у черных очень активные фигуры и два слона, но с таким вот клином на 6-й горизонтали в любом мэншплее всегда надо досчитаться. Вероятно, позиция примерно равная, хотя и очень сложная. Последовала король H7, C3, размен-размен. То есть, с одной стороны черные неведомо вскрыли себе или неужели для операции, с другой стороны, во многих позициях после ряда разменов полем G7 в итоге могут воспользоваться именно белые. Слон B6, слон C5. Теперь у белых личная пешка, но слоны все равно очень сильны. Из пешки N надо за пешкой N, глаз да глаз. Последовала конь B5. На самом деле, это уже практически единственный способ соскочить здесь без особых проблем. В противном случае, игра черных слишком сильна. Ладья C6, слон B7, ладья B6, слон D5, ED. То есть, белые смогли разменять одного из опасных слонов, но теперь после коня D4, слон B4, у них начинаются конкретные проблемы. Кстати, обратите внимание, что, например, в Блиц очень заманчиво за черных было бы сделать вот ладья G2, достигая максимальной активизации фигуры. Но неожиданно белые отвечают конь C2. Этот конь, несмотря на свое неказистое расположение, является просто сильнейшей фигурой на доске. Препятствует взаимодействию двух ладей, открывает в собственной ладье прямую дорожку к пункту D5. Ну и вообще, трудно придумать более сильной защищающей фигуры. В этом случае, черные были бы уже серьезные проблемы. Пешки начинали крошиться, а у белых все-таки лишний материал. Поэтому Максиму наверняка очень не хотелось брать на D4, потому что у Александра оставалось около двух минут на восемь ходов без добавления. Но, к сожалению, для французского шматиста позиция все-таки диктовала этот размен. После Cd ладья G2, ладья D2, король D2. Ну, напрашивается, ладья бьет B2, но тогда после король C1, D4, ладья G3 просто сказывается то, о чем я говорил. Вскрытая линия G в пользу белых, и они тут легко делают ничью. Например, в этом варианте. Вот, поэтому Максим решил сразу бежать своим королем в центр. Следовало B3, король F5, ладья G3, король F4, ладья G1, E3. Ну, и на буквально падающем флаге здесь Крещук нашел четкую ничью. Вчера он достаточно противоестественный ход. Король D3 под шаг, и после ладья B3, король C2. Вот, будь черная ладья здесь не на линии B, а на линии A, черные побеждали. Потому что на ладья B6, уже грозит король F3, E2, и пешка проскакивает, приходится играть король D3. То есть, если бы черная ладья была на А6, то теперь была бы ладья А3, король C2, и король F3, или E2, и победа. Но, к сожалению, для черных после шага, король C2, у них нет времени на усиливающий позитивный ход, потому что под боем ладья. А если они попытаются здесь пойти ладья А3, то у них уже возникнут проблемы, потому что после E6 у белых начинается серьезная контр-игра. Черная ладья срочно возвращает ладью на базу, потому что после F7 просто проходит ферзь. Неожиданно, результат партии совершенно не такой, какой мог бы ожидаться. Поэтому соперники просто повторили позицию и согласились на ничью. Обратите внимание, что контроль уже был пройден, и поэтому Шелла Грава не оставалось шансов, связанных с какими-то трюками. На самом деле, очень сильно за обе стороны игранная партия. Большой прогресс по сравнению с первыми тренингами турами. На самом деле, если бы такие партии в этом турнире были бы почаще, то и комментировать его тоже было бы намного интереснее. Еще одна ничья состоялась в партии Топалов-Каруана, но назвать ее сухой язык не повернулся. Как раз таки в этой партии все-таки состоялся Берлин. Единственный раз за тур. Но Топалов не стал ввязываться в теоретические дискуссии. Разыграл довольно такой вот суховатый вариант, про который я, собственно, ничего не знаю. H3, конь Е7. Типичный перевод коня. Ну, если честно, все это не производит за белых никакого впечатления. Не понятно, почему не должно быть лучше. Единственное, что после Д4 и слон Б6 кажется, что белые могли забрать материал. Но я так думаю, что Каруана принес эту позицию из дома. И действительно, если бы мы включим движок и ненадолго его оставим подумать, то он укажет вот такой вариант. Слон Ф2, роль Ф2, ферзь Д6, нападая на коня. Кроме того, угрожая ФБ6 или ФЦ5. Кажется, что на самом деле это зевок, потому что у черных есть ход конь, у белых прошу прощения, есть ход конь Е на Ф3. И теперь на ФБ6 можно обойти конь Д4, закрываясь от шарха, поддерживая слона. И на Ц5, разрывая эту взаимосвязь фигур, у белых есть ход конь Ц4. Однако, если мы, а точнее, движок продолжит этот вариант, то он укажет конь Е4, король Ж1, ферзь Д8. Неожиданно это все выглядит. Теперь конь белых связан. Уйти он не может, потому что потеряется ферзь. Поэтому уходит белый ферзь, нападая на черного коня. Однако теперь следует Ф5, прежнему конь под боем. На коне Ф3, А6. И теперь запутывается другая легкая фигура белых. И после слона 4, Б5, слона Б3, БЦ, СНЦ4, король Ж8, получается очень интересная позиция, которая вероятно примерно равная. У белых два слона. У черных есть некоторые слабости на королевском фланге, но у белых тоже король не обеспечен. И положение, в частности, черного коня на Е4 очень сильное. И, на самом деле, трудно сказать, в чью пользу эта позиция. Вероятно, примерно равная. Но Веселин явно испугался идти в такие дебри против соперника, который, очередно, был готов. Поэтому в ответ на ДЕ просто пошел Ферзь Е2. Но это совершенно непотенциозно. То есть конь Ж6, Ж3, Ферзь Е7. На самом деле, тут уже белые переключились на борьбу за равенство. И после размена чернопольных слонов, оказывается, что не так-то легко определить белого короля. То есть конь Е3, А6. Кроткую сторону не аркируешь из-за того, что слона Ш3. Конь Ф5 тоже не сыграешь, потому что будет слон Ф5, Е4. Короней один расположен плохо. Поэтому Веселин сыграл 2-0. Прошу прощения, 3-0, конечно. А лично мне кажется, это решение чересчур рискованным. И, наверное, я бы в своей партии сыграл бы Кролев 1. С идеей сделать искусственную рокировку. Поставить ладьи в центре и просто сделать ничью в чуть-чуть лучшую позицию. После 3-0 у белых достаточно серьезные проблемы. После Е6, Кроль, Б1. То есть черные просто накатывают пешками на ферзевый фланг, который для белых стал королевским. А что делать опалом, непонятно. Волосы играли на С4. С идеей хоть что-то противопоставить накату на фланги. Но после Б4 оказалось, что у белых с стратегической точки зрения крайне незавидная позиция. Слон черный на Е6 намного лучше белого на Д3. То есть белый белопол ограничен пешками С4 и Е4. Поле Д4 слабое. В будущем на нем, может быть, утверждена одна из черных фигур. Черных все еще есть план надвинуть пешку А, пешку Б и создать неприятности белому королю. У белых нет никакой контур-идеи. Они попытались выставить коня МД5. Конь выглядит красиво, но понятно, что он будет изгнан в ближайшем будущем. Конь Д7. Видите разницу в положении слонов. То есть, на самом деле, в данный момент оба слона выглядят не очень хорошо, но понятно, что перспектив больше у черного. Конь Е1. Возможно, с идеей в будущем провести Ф4. Но здесь последовала очень грубая ошибка, которую все осудили. И, в самом деле, если бы в этой позиции черным играл бы второй разрад, то у него бы совершенно не возникло бы никаких проблем со следующим ходом. И ход, который сделал бы этот самый второй разрад, был бы намного сильнее, чем тот ход, который сбрал Каруана. То есть, ну, совершенно логично выглядит А4. Пожалуй, действительно был лучшим ходом. Нет, никакой контур-игры. То есть, ну, Ф4 какая-то попытка, но в этом случае после Б3 А3 слон Д5, ЕД, Еф у черных просто лучше. Белый король при такой репешке на Б3 всегда будет чувствовать себя неуютно. Ну, так один из путей. Другим способом продолжить игру был владея А7. Защищая пункт С7. Следующим ходом черные пойдут С6. Выгонят этого коня и будут ходиться в прекрасной позиции. Какой он сыграл С6 сразу? Ну, конечно, поверить, что он зернул кунь С7 невозможно. Скорее всего, он просто посмотрел на эту позицию. Решил, что у белого остался плохой слон. А у него конь. И каким-то образом он хотел вот этого коня перестать на Д4. Но... Совершенно очевидно, что это в ближайшем будущем невозможно. На пешку Ф тоже надавить невозможно, потому что после А4 ладья Ф возит. Возможно, на этот ход все свои надежды возлагал итальяно-американский кроссмейстер. Но оказалось, что белый могут пойти слон С2. И взять она на Ф2 нет. Потому что, ну, если Ф2, то размен-размен ладья Д7 с лишней фигурой. А если ладья Ф2, то Ф4. И это даже не вилка, а скорее такая вот четверилка. Что грозит ладья Д7. Грозит Фе6. Ферзь Ж6. Он Д3. И черный не сострянет защититься от всех черных угроз сразу. И поэтому проигрывает. Ну, в общем, в любом случае очень странное решение со стороны Фабиана. И, конечно, когда он присмотрелся к этой позиции, он понял, что именно ему здесь предстоит база равенства. Потому что, на самом деле, Коль Нажечерец практически так же ужасен, как белый слон на Д3. А печные слабости в будущем дадут о себе знать. В общем-то, соперники продолжили делать естественные ходы. Но потихоньку перерез топала увеличивался. Обратите внимание, уже и слон далеко не так плохо. Собственно, он встал на... Мог встать в вариантах на Б3, ну а в партии встал на С4. Теперь никаких сомнений, какая легкая фигура в этой позиции лучше. Совершенно невероятные метаморфозы. Ладья Е8, Ферзь Д4, С5, Ферзь Д6. Последние ходы были исполнены в очень быстром темпе. Опор соперников истекало в Эйме. Но вот это вот был 41-й ход. Контроль был пройден. И топал его нужно было изыскать здесь. Запустили с рукавицы. Однако, как ни странно, это не так просто. В целом, у черных не так уж много слабостей. И эти пешки А4, Б4, они, конечно, не создают никакой атаки на Белого Короля. Но в вариантах могут на проиграть. Следовало Ферзь Б7. Суровоза пешки Е4, Ф3. А3. И теперь вот, вероятно, Веселин допустил ошибку. Даже если не ошибку, то, по крайней мере, неточность. Дело в том, что самым сильным ходом за Белого здесь было Б3. Совершенно легко понять, почему топал из этого отказался. Пешка на А3 уж очень далеко продвинута. Соответственно, пешка на А2 слабость. Если черные в каком-то отдаленном будущем смогут добраться до пешки А2, то белым придется считаться с перспективой второго Ферзя. Потому что пешку он А будет остановить крайне тяжело. Однако, если бы топал внимательнее присмотрелся к этой позиции, он понял бы, что у него есть классический план перевода короля через всю доску. Идея такая. Во-первых, король на А2 находится далеко от пешки А3, значит не получает мат. Во-вторых, после того, как белые сыграют Е5, Ф4, король на А2 прикроет основные поля вторжения. В частности, прикроет поле А1. Это означает, что белым не придется бояться, что черный Ферзь вторгнется в их лагерь. Поэтому, после хода Б3, черным пришлось бы пассивно ждать своей судьбы. Я не до конца убежден, что при идеальной защите с их стороны эта позиция выиграна за белых, но, по крайней мере, Фабиана ожидали бы тяжелые времена. Но в партии весельный взборохладет Д3. После АБ король Б2, с одной стороны у черного нет, у этого гвоздя на А3. С другой стороны, теперь, когда король побежит через всю доску, белые должны считаться с тем, что Ферзь может выйти через А7 на А4, в будущем на С2 или на Д1. И, в принципе, черным не настолько уж сильно нужен Ферзь в обороне, потому что конь на Ф8, несмотря на то, что выглядит чрезвычайно уродливо, все-таки свои защитные функции выполняет хорошо. В партии последовало король А7, король С2. Ну и вот тут король сделал очень хитрый рот ладья С8. Я практически уверен, что он не мог просчитать все, что произойдет после него. Видимо, итальянец поверил в свою позицию. И после С1 на А6. На самом деле, по-хорошему белые должны были продолжать свой план перевода короля на королевский фланг. По-прежнему с изрядным позиционным перевесом, но ладья оказалась слишком вкусной для Веселина. Не смог удержаться и не забрать ее. Ферзь А2. Король Д1. Тут оказалось, что черным очень опасные две проходные. С4, ладья Д2. Ферзь А1. Король Д2. С3. Ферзь Ф8, СД. Король Д2. Ну и, видимо, болгарский гроссмейстер думал, что эта позиция выиграна для белых. Потому что белый король на все шахи может лесенкой-лесенкой прийти на поле А4 и спрятаться от них. Однако это оказалось не так. У Джерна даже два способа сделать ничью. Причем, Фабиан избрал самый сложный из них. На самом деле, компьютер оказывает, что здесь был такой вот довольно неожиданный ресурс. Ферзь С3. Король Д2. Ферзь С4. Король Ф2. Вроде бы белый король все так же убегает от шахов. На самом деле, у черных даже нет такой идеи давать вечный шах. А этим переводом Ферзаний просто защитили пешку на Е6. И теперь следует Б3. Несмотря на чистую лишнюю фигуру, удержать эту пешку от превращения очень тяжело. То есть, вероятно, белым пришлось бы здесь смотреть гордыню. Просто забрать на Е6. Ферзь Е6, Ферзь Б4. Вот позиция ничейная. И проще всего этой ничей достичь путем Ферзов Штей. И получается такая вот разгрузка. И можно подписывать бланки. Но, конечно, в условиях реальной партии найти вот этот вот перевод очень тяжело. Потому что хочется давать шахи. К тому же, Каруана, скорее всего, досчитал вот до этого момента. Кажется, что белые убежали. Ферзь Ф1, Ферзь Ф4, но Аш5. А теперь вечный шах уже грозит по-настоящему. Белых два способа защититься. Одним из них был Ферзь С5. Тогда Черный забирает на Ф3. Грозит мат. Ферзь Ж1 забирает на Е4. У Черных две пешки за фигуру. Конечно, никакого вечного шаха уже нет. Но... Полеет, что здесь белые серьезно претендуют на победу, очень тяжело. Все-таки пешка Б опасная, а материала пешного очень мало. Поэтому Топалов избрал другой способ не получить вечный шах. Третил Ж4. Шокороль Ж4. И теперь Белый Король побежал в другую сторону. Кстати, большинство из этих шахов единственные ходы. В частности, Ферзь А1. Не пуская короля на Е5. Ферзь С3. Король Б5. Б3. Белый Король ушел от шаха, но теперь у Черных появляется контроль игра. Слон Е6. И вот этот очень важный ход Ферзь Е5. И это все надо было предусмотреть заранее. То есть, несмотря на неуверенную игру в Миттельшпиле, вот в стадии, скажем так, спасения партии, Коруана был очень хорош. Дело в том, что хочется пойти слон Д5, но тогда после Б2 неожиданно Белые проигрывают. Спросите, что за боец, если можно пойти Ферзь Б4. А вот тогда вот такая вот геометрия. И... Черный проводит второго Ферзя. Ну вот. Поэтому слон Д5 с игрой нам не было, но это означает, что слон на Е6 будет потерян. Топалов побежал обратно к пешке. Успел ее затормозить. И вот тут у Коруана был очень красивый способ сделать ничью форсированно. Достаточно уникальным образом. Самый сильный ход здесь был в Б2. Король Б2, Ферзь Б6. И это вечный шаг, причем его даже не так легко, не так трудно сделать. В основном то, за чем надо черным следить, это за тем, чтобы Белый Ферзь никак не смог перекрыться. То есть, если Белый уберут Ферзяцев 8 практически на любое другое место, позиция станет выигранной. Но, несмотря на то, что на некоторых полях Белому Королю можно отдать шаг только с одной клетки, все эти шаги, в общем-то, находятся несложно. Например, можно запустить вот такую вот карусель. Ферзь Б3. Ферзь Б3 единственный ход, но найти его совершенно не заставляет проблем. Теперь Белый Король не идет на линию Ф. Ферзь Б2. Ну и, в общем, куда ни побеги, везде будет равно. Все-таки Белый Ферзь на 8 расположен совершенно ужасно. Но Корона либо не нашел этого, либо даже не искал. Ферзь Б6 тоже делает ничью, но в небольших мучениях. Создала Ферзь Д5. Капель Х8. Белые забрали опасную пешку. Но ценой потери пешки на h4. Получился такой вот нчпль 2 на 1. Не совсем ничейный. То есть Белые могли его при желании мучить своего соперника очень долго. Но получилось, что Топалов либо ничего не нашел, либо подземнул, что после Ферзь G6 получается другой вечный шаг. То есть Ферзь и на G6 расположен неудачно, и поэтому соперники вот здесь вот согласились на ничью. Действительно, если присмотреться к этой позиции, то видно, что Король не убегает. Ну и все начинается заново. G2, 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 G2 в разных порядках ходов. Ну, достаточно интересная партия. В общем-то, она изобиловала. Если не серьезными ошибками, то, по крайней мере, неточностями. Ну, по крайней мере, упрекнуть соперников в отсутствие желания победить точно не получается. Хотя, конечно, Каруана в своей лучшей форме ни за что не превратил бы практически подавляющую позицию, которую он имел к 25-му ходу, в практически прорванную на 40-м. Ну, а Топалов, что он что-то говорит, Топалов просто находится совершенно не в своих кондициях и проиграл уже достаточно приличное количество партий в этом турнире, скажу. Немного забегая вперед. Ну, и последняя партия закончилась результативно. Хикару Накамура, который пока показывает лучшую игру в Лондоне, самую яркую, наконец-то был вознагражден своей первой победой против экс-чемпиона мира Мишуонатана Ананда. Был разыгран Каталон. Видим, снова никакого Берлина. И вот тут, конечно, основной голоза Беллах 2-0. Ферси-2 тоже интересно. Дело в том, что после С5-2-0 СД кун Д4 получается в целом выгодная для белых позиция из английского начала. Ну, кстати, я забыл уточнить, что основная идея хода 2-0 Ферси-2, конечно, в том, что если сыграть 2-0 сразу, то получается основной вариант Каталона. Здесь вот на Ферси-4 Б5 и чертно успевают поставить противовес. Но если же мы пойдем Ферси-2, то игра по аналогии уже не имеет никакого смысла. Да, потому что... Прошу прощения. Потому что вот тут А6, но... Она просто глупа из-за, например, Кунь-Е5. И слон на Б7 не разобьется. С другой стороны, конечно, в общем и целом, когда белые очень рано в структурах отказанного Ферси-2 в любой трактовке играет Ферси-2, С5 это обычно хорошая реакция. Вот и здесь она подчеркивает недостатки хода Ферси-2. Правда, ход Ферси-6, он лично мне совершенно не нравится. Он один из самых популярных. На мой взгляд, он просто приводит к страданиям для черных в немного худшие позиции. Много интересного складывается как после Е5. Теперь на отход коня, например, Ф3 черный просто отвечает конь С6. У них нет проблем. То есть позиция достаточно сложная, но в целом у черного все фигуры хорошие, слон разобьется на Е6. Какую еще позицию по итогам Димута играть, если не эту? А если конь Ф5, тогда прошу прощения, Д4, конь Е7, Ферси-7. Вроде как у белых два слона, но у черных определенно есть контр-игра. Примерно слона 30, какой-нибудь 4 в дальнейшем А5. И позиция параноровная. Понятно, что она сложна, тот, кто в ней будет играть лучше, тот и победит, но в конце концов шахматисты уже все-таки играют в шахматы. И на мой взгляд куда лучше получить сложную неясную позицию по итогам дебютов, которые можно как выиграть, так и проиграть, чем позицию, в которой выиграть точно нельзя, а проиграть все-таки можно. То есть она никакой форсированной ничьей в партии не имел. Получился вот этот форсированный вариант. Белые отдали двух слонов, но пешка на Д5 в долгосрочной перспективе защитить невозможно. И действительно она потиралась. И конечно черный повален на сила двух слонов, но достаточно тоскливая перспектива пытаться удержать оборону в позиции, которая худшая навсегда. И ход Б5 уже очень серьезная неточность. Я не верю, что Анан такое мог принести из дома. Явно Б5 экспром за доской причем неудачен. Немного посмотрев позицию с компьютером я пришел к выводу, что лучшие шанс здесь ЕД, слон Д5, слон Е6, Е4. Эту позицию Хикаро упоминал в пресс-конференции и сказал, что она его полностью устраивала. Лишняя пешка есть лишняя пешка. Он прав, но может быть он немного недооценил, что черные могут пойти слон Ж5. С чего приходится играть Ф4, слон Е7. И действительно на победу играет белый, но все-таки пешка на Ф4 стоит плохо, а белый король раскрыт. И белому будет очень тяжело добиться реального прогресса. После Б5 Накаморо играл просто выше всяких похвал. С его стороны мне по сути не к чему придраться. Анан тоже сопротивлялся как мог, но не исключено, что просто поигранной оплатиться уже технически. То есть как ни странно, слон на Д5 абсолютно не хуже любого из слонов черных, а это означает, что остается конь против слона. Вроде бы конь на 3 плох, но и слон черных на Ф6 в итоге бесполезен. То есть у белых просто лишняя опешка. В общем-то удержал все свои небольшие тактические слабости. Американец прикрыл все слабые поля. Очень сильный ход ЛДЕ2 теперь на взятие опешки. Все черные фигуры были бы заморованы. И белые вовсе не бьют на Б5, почему у них просто хуже из-за размен ЛДЕ5. А играют например король Ж2 и вся проблема для черных никогда не разовьются. Вроде у белых много фигур тоже привязано к скоплению в районе полей А3 А4 Б3 Б4. У белых есть простой план переводят ЛДЕ на Ж4 ферзя на Д4 или на Е5 просто нападают на мат. Черным приходится двигать одну из пешек вперед. Белые накатывают пешкой Аш создают здесь слабость и просто матуют черного короля. А две ну самое главное что ферзь черных навсегда вне игры. Поэтому Ишнанатан не забрал на Б4 сыграл Е7 но опять же Камура просто спокойно и садистски усилил позицию. Ну Ж6 видимо последняя ошибка. Надо было пытаться стоять. Конечно белые просто нали поздно увели бы конец С2 отдали бы на А2 пошли бы конец Д4 черные испытывали много проблем но Ж6 ход совершенно слабый что белые отвечают H5 Ж5 и теперь пуля Ф5 прорезана и белый конец просто пошел в этом направлении пешка А2 уже никого не волнует с такой позиции тем более что Вишнанатан допустил вилку на А6 ну даже без этого никаких шансов не оставалось может он зевнул что на слон Д4 есть ход Конец 5 нету Ладья Д5 из-за Конец 7 но слон Д4 все равно была сыграна на Конец 5 просто слон Ж7 Камура вернул свою лишнюю пешку обратно после слона Ф8 Д6 слон Д6 Конь Х6 Конь Х7 Контроль был пройден и Кара ответил Конь Ж4 и довольно неожиданно он сдался если мы присмотримся к позиции то решение становится понятным еще одно огромное количество слабостей на королевском фланге Владья может в рентах перейти на Ф3 все белые фигуры намного активнее в целом мы можем сказать что игра идет на одном фланге потому что пешки Б5 и Б4 в ближайшее время участвовать в борьбе не будут белые даже могут спокойно в большинстве случаев отдать на Б4 потому что черные не могут слишком отвлекаться на ферзевый фланг личная пешка это проходная на Х5 ну и не знаю я бы конечно в турнирной партии еще немного черными поборолся но шансов на успех не было практически никаких вот и Анант решил не мучиться ну собственно так протекали 5 5 партий четвертого тура как я уже сказал тур был веселее трех предыдущих по прежнему по качеству игру не дотягивал до лучшего стандарта супер турниров но это уже что-то будем надеяться что в дальнейшем шахматисты раскачекаются и изыграют еще качественнее еще интереснее ну а пока для вас работал Никита Петров всем спасибо за внимание до новых встреч